Сегодня я покажу вам ошибку, которую делают большинство людей, находясь в тренажерном зале и выполняя вертикальную тягу. Поехали! Привет, друзья! С вами Евгений Исупов. Сегодня разбираем с вами технику выполнения упражнений в тренажерном зале. Зачастую я вижу эту ошибку, которая убьет ваши плечи. Каждый день я вижу людей в зале, которые делают вертикальную тягу неправильно. И сейчас мы с вами разберем почему. Смотрите, как часто вы видите вот такой вариант. Люди садятся и выполняют тягу вот так. А теперь давайте разберемся, в чем здесь дело. Почему нельзя тянуть за голову и почему это приведет к импичменту плеча. Дело в том, что если мы рассмотрим наши плечевые суставы, то они немного развернуты вперед. И плечевая кость, когда мы поднимаем руку вверх, у нее естественная траектория. Это примерно 30 градусов перед собой. И поэтому, когда вы находитесь вот в таком положении, вашему плечу уже неудобно. И наша вращательная манжета, она очень нежная. И она испытывает крайне неприятную для себя нагрузку. И когда вы поднимаете руки вверх, находясь в таком положении, у вас перетирается сухожилие надосной мышцы, что приводит к импичменту плеча. Поэтому, кто бы вам что ни говорил, никогда не делайте тягу за голову. В конце концов, это приведет к травме. Да, и не надо сейчас мне говорить о том, что мне тренер сказал, он мне так показал. Я вам говорю, спросите у любого физиотерапевта, у любого грамотного, хорошего специалиста по фитнесу. И каждый вам скажет, что тяга за голову приведет к импичменту плеча. Теперь рассмотрим правильный вариант выполнения этого упражнения. Опустите плечи вниз. Попробуйте почувствовать вот это движение, когда вы опускаете лопатки вниз, именно работая спиной. Держа руки при этом прямыми. И после того, как вы опустили лопатки, вы тянете локти четко вниз. Тяга выполняется к верхней части грудной клетки. И затем вытяжение рук вверх. Выдох, сокращение мышц спины. И вдох, вы тянете наверх и растягиваете мышцы спины. Этот вариант выполнения упражнения намного более эффективный. Это показали исследования. А вот этот вариант травмоопасный и неэффективный. Вот вам, ребята, два способа для того, чтобы делать одно и то же упражнение. Либо правильно и эффективно, как показали исследования. Либо неправильно и менее эффективно. Если вам интересно, вы можете посмотреть научные работы по этой теме. И больше никогда не допускать эту ошибку в тренажерном зале. Если вам интересны программы тренировок, вы можете зайти ко мне на сайт. Или на мой инстаграм. Он указан прямо вот здесь. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Поэтому задавайте их в комментариях под этим видео. Благодарю вас за просмотр. С вами был Евгений Супов. Пока!